Мероприятие прошло в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Крупской. Проект «Большая книга. Встречи в провинции» привлек внимание читателей всех возрастов, а также местных поэтов и писателей. Один из них – педагог 15-й школы Александр Васин. Всегда, было всегда приятно встречаться с читателями. Слава Богу, их у меня достаточно много, хотя бы в городе Азове. Я часто приглашаю от меня в школы на встречи с учениками. Встречаемся мы в литературном клубе «Петрович». И вот еще у меня в последнее время стали приглашать клуб «Неделька». И выпустили не сборник недавно с моими стихами и переводами. В общем, вот там действительно живое общение, очень приятно. И там мы не только с писателями общаемся, общаемся и с читателями. В гостях у Азовчан побывали член жюри Национальной литературной премии «Большая книга» Елена Шубина, финалист этой же премии 2018 года Андрей Филимонов и главная библиотека Центра культурных программ Донской публичной библиотеки Ольга Труфанова. Встречу открыла талантливая и обаятельная гостья из Москвы Елена Даниловна Шубина. Ее восхищение Донским краем, в частности маленьким и уютным Азовом, покорило сердца присутствующих. Мы знали, что это красивый город, но вообще такое название, аутентичное, как принято сейчас говорить, Азов. Уже успели посмотреть немножко город? Ну, мы увидели стройку. Прежде всего, ну, очень хорошо так представляется, как вот такой вот бульвар посреди улиц. Это бульвар же был, наверное, но для меня он напоминает московские бульвары. Конечно, в большем объеме все это в Москве, но тем не менее. Поэтому я представляю, как это красиво. И вообще есть ощущение города такого с историей, со своей какой-то вот такой аурой. Вот оно, хоть мы всего полчаса как приехали, оно есть. Особый интерес у присутствующих на мероприятии вызвал писатель Андрей Филимонов и его произведение «Рецепты сотворения мира», завоевавшее в 2018 году пресс-литературной премии «Большая книга». Вот мы были вчера в Аксайе, и туда пришло много молодежи. Мне показалось, люди искренне интересуются вопросами, зачем люди пишут, о чем люди пишут. И так довольно эмоционально все это. И мне кажется, это очень важно, потому что как раз литература и должна вызывать эмоции. Книга «Неоднозначно» – это сказка, основанная на реальном опыте, своеобразный квест в лабиринте семейной истории предков автора, петляющий разными дорогами от Сибири до Парижа. Рассказ о событиях целого столетия, в котором жили и общались члены семьи писателя. Это близкие мне люди, их история и те загадки, которые загадывают нам близкие наши люди. Потому что, несмотря на то, что мы можем общаться с ними много лет, день за днем, потом им выясняется, что мы многое о них не знали. Встреча с московскими гостями прошла в оживленной беседе. Андрей Филимонов познакомил азовских читателей и с другими своими произведениями. Рассказал о своем творчестве, о созданных книгах, а также поделился планами на будущее. Людмила Улихина, Валентина Сираж, Александр Покатило, Азов.Инфо Рассказал о своем творчестве.